Понесло затраты на выплату указанным сотрудникам денежного удовольствия в виде компенсации за работы в выходные и нерабочие праздничные дни в размере 2 155 191 рубля 77 копеек. Именно такой ущерб, по данным областного управления МВД, им нанесли организаторы митингов. Расходы пошли на зарплату полицейским, которые работали на январских шествиях. Взыскать деньги ведомство хочет с пятерых участников акции. Меня признали организатором на основании того, что я в толпе кричал и поднимал руки вверх. С требованиями иска челябинцы категорически не согласны. Защита считает, что доказательств того, что данная сумма действительно была выплачена задействованным полицейским, нет. Ни платежных документов, ни с какого лицевого счета, на какие счета, доходили ли эти деньги до конкретных сотрудников или нет. Вообще об этом никаких документов нет. Не согласны фигуранты из суммы иска. Ответчики требуют предоставить ряд документов. Приказы о привлечении сотрудников к работе, табели рабочего времени, подтверждение о перечислении выплат. Может эти выплаты не на 2 миллиона, а может больше, а может и меньше. Для меня вот неясно как. Можно идти на суд, обвинять людей в организации, требовать иски по 2 миллиона рублей и при этом не готовить никаких документов. Вне зависимости от того, сколько они там будут работать, какой бы у них был согласованный финансовый бюджет, федеральный бюджет все равно предоставит эти денежные средства. Они не могут являться убытками, записанными причем на конкретное юридическое лицо МВД России по Челябинской области. Ответчики просили привлечь к делу в качестве третьих лиц других участников протеста. По некоторым данным их было 2,5 тысячи человек. Суд оставил ходатайство без рассмотрения. К следующему заседанию полицейские должны предоставить все запрошенные документы. Рассмотрение дела продолжится 14 июля. Наталья Петрухина, Павел Востротин, 31 канал.